Спасибо, господин профессор, дамы и господа, уважаемые коллеги. Во-первых, хочется поблагодарить вас за приглашение в такой прекрасный город. Это прекрасная встреча. Затем хочется также высказать восхищение вами. Даже в Швеции трудно организовать такие встречи, особенно в воскресенье, поэтому спасибо вам. Тема такая же, которая была освещена предыдущим докладчиком, но несколько другие аспекты будут затронуты. Мне нечего разглашать, нет конфликта интересов, но хочу представить место, где я живу. Это маленький город, называется Фалун, в середине Швеции, в центре Швеции. Эта фотография показывает три знаменитых участка. Это каменоломня. Она закрыта. Ей очень много лет, но она была очень важна для шведского королевства. Там была медь, понимаете, и с помощью меди можно сделать и монеты, и оружие, и вы король, в общем-то, после этого. И вот поэтому Фалун шесть лет назад был практически столицей. А сейчас мы знаем, что Стокгольм столица в Швеции. Следующее. Это спортивный центр Винтерспорт. У меня вот там вот дом недалеко от спортивного центра. И там еще есть вот площадка для прыжков. А вот это вот больница. В больнице есть монографическое отделение. Монографическое отделение было офисом исследований монографических. И эти испытания были организованы с 1977 года. Это самое успешное испытание в мире. Поэтому наши радиологи, в общем-то, они путешествуют везде и преподают радиологам, как осуществлять скрининг. Эффекты скрининга показаны здесь. Вот это люди приглашенные на графический скрининг, а вот это не приглашенные в течение 70-х. И мы видим положительный эффект скрининга, совершенно очевиден. Приблизительно 40-процентное снижение смертности в результате скрининга. Конечно, это имело свои эффекты. У нас есть специализация. Мы видим очень много случаев ранних карцинома молочной шелезы. Есть карцинома институт. Это менее 15 миллиметров. И вот это составляет 50% нашей ежедневной практики. Популяция под скринингом – это 2,3. И дальнейшие характеристики нашего материала взглядаются в том, что у нас есть концепция использования нашего опыта, и внедрение в концепцию с 70-х по 80-е. И после этого прошло уже 40 лет сбора случаев с карциномой. И наша больница обслуживает 300 тысяч человек. Это означает, что у нас есть время очень тщательно работать с нашими случаями. Я буду говорить о некоторых концепциях, о теории, биологического тайминга. И на самом деле передо мной была очень интересная презентация. Мы, кстати, тоже используем мультимодальный подход к радиологии. Мы делаем приоперативное МРТ в 85% случаев. МРТ – очень важный инструмент для патологов. Мы используем широкоформатную гестопатологию с 80-х годов. У нас есть тысяча задокументированных случаев. И радиологическая, патологическая корреляция обязательно, во всяком случае, до и после хирургического вмешательства. И, естественно, долгосрочные результаты контрольного наблюдения. Они у нас уже есть в течение трех десятилетий. Но все начинается с анатомии. Как вы знаете, молочная железа имеет дольчатую анатомию. Что такое доля? Это нечто вроде пирамиды, которая начинается с отверстия соска. И затем там есть веточки, основные канаты, сегментные канаты, субсегментные каналы в протоке. И затем сотни тысяч вот таких терминальных лобулярных участков. Все, что принадлежит к одному отверстию соска. И все это сегментные, подсегментные единицы. И они составляют долю вместе с окружающей тканью. Доля имеет перимедальную, треугольную структуру. В этом случае мы видим сходную структуру, которая корреспондирует к высокозлокачественной степени карцинома инситу. И это, говорит, напоминает мне дольку. И вот это факты, которые стимулируют теорию больной доли. Они следующие. Карцином молочной желе – это дольчатое заболевание. означает, что одновременно или несинхронно возникает множественное инвазивное фокальное образование инситу в единой доле или в одной груди. Но только одна из долей может являться домом для онкологии, для рака. Одна долька может быть больна, и рак возникает в 90% случаев в одной доле. Конечно, есть билатеральный лак, мультицентровые виды онкологии, но 90% процесс локализуется в структуре одной доли. Позже, конечно, инвазия идет так, что опухоль оставляет, так сказать, покидает этот участок, но тем не менее возникновение идет вдоль. Так вот, следующий момент. Если рак молочной железы – это дольковое заболевание, которое возникает в единой больной дольке, то больная долька имеет мальконструкцию во время эмбрионального развития. То есть идет такая неправильная конструкция. Поэтому в нашей концепции карциномия мы понимаем, что рак молочной железы – это пожизненное заболевание, которое можно приводить с помощью элиминации или деструкции. Поэтому заключение карцинома груди – это лоборно-дольчатое заболевание пожизненное. Следующая – это теория биологического тайминга. Означает, что время злокачественной трансформации прогениторных клеток в больной дольки генетически определяется и происходит после определенных генетически закодированных аспектов. И вот мы видим, что когда развивается заболевание в терминальных участках, одновременно, в то же самое время, оно может развиваться в разных местах больной доли. Мы видим протоки, ветви протоков и дилатации. И вот, собственно, это такая обычная картина. Следующая картина – возникают участки микрокальцификата на радиографических изображениях, периферический тип, который развивается. И следующий тип вовлекает крупные протоки. Это нормальный проток, а этот заполнен раковыми образованиями, то есть это дуктальный тип рака. И он также может радиологически выявляться. Это называется бранчинг или кальцификация, которая имитирует фрагменты, некие фрагменты, формы, некие формы. И видят, они все имеют разный вид, но все это дуктальные формы. Это означает, что есть периферические, множественные кластеры кальцификации, а это лабарный, дольчатый тап кальцификата. По всей дуле это сегментальное наполнение, которое только один сегмент заполняет. Это означает, что у нас есть три типа. Это также дольковое образование. Не всегда идет кальцификация. Так вот, существует три типа развития карциномы. Это заболевание вдоль и периферический тип, мультифокальный, и также сегментный тип, однофокальный и лабарный тип. Это диффузный тип. И сейчас мы подходим к очень практическому моменту. Пациенты, имеющие такой тип заболевания, никто не умирает от рака. Пациентов с таким типом заболевания, половина из них умрет от рака. Не важно, что вы будете делать. Не важно, как вы лечите. А это тип рака, с которым мы знакомы, и мы можем влиять на его течение. Поэтому выводы первой части. Рисковые ткани, в которой возникает карцинома, это трехмерная структура в нескольких сантиметров. Это больная долька. В этом поле множественные инвазивные опухоли НСИТУ развиваются в большинстве случаев уже на ранней стадии одновременно. Как мы слышали, инвазивные карциномы имеют два различных масс. Вот видите, это гистологически, подтверждается радиологически. И на самом деле все это было прекрасно уже обсуждено. Но покажу вам один случай из практики. Одна опухоль здесь, одна опухоль здесь расположена. Вот это фиброаденома, циркулярная масса, а это спекульная масса. Она делает инвазию спекуляризированную. И вот видите, вот это доброкачественное образование. В этом случае это не карцинома, это гранулезная опухоль. Но я вот просто показал вам такие случаи, потому что вот эти опухоли описаны крупнейшим российским видным патологам. Еще один пример. Вот здесь мы видим контрастное усиление на МРТ. И, конечно же, большая опухоль на маммографии, на ультразвуковом обследовании и на гистологических. Вот и гистология это подтверждает. А это периферические участки. И мы видим накопление контраста, которое показывает быструю пролиферацию на периферии. К сожалению, это можно имитировать под доброкачественные образования. Это единственный признак опухоли. В этом случае у нас, кстати, была доброкачественная гемингиона, которая имитировала этот вид опухоли. Я бы хотел добавить, что форма опухоли ассоциируется с гистологическим типом опухоли. Медулярная карцинома имеет такой циркулярный, мукинозные такой циркулярные ветки, гибридные тоже круглые. И лобулярные опухоли в основном имеют звездчатую форму. Но размер и форма опухоли, они всегда ассоциируются с молекулярными характеристиками. Здесь мы видим тройные негативные опухоли. Кстати, это очень редкие такие звездчатые образования. Размер опухоли чрезвычайно важен, важный параметр. А это пациенты, вот здесь размер менее 15 миллиметров внутри опухоли, это карцинома молочной железы. Есть исследования, которые показывают, что женщины, имеющие инвазивную карциному менее 15 сантиметров, миллиметров, простите, здесь нет никакого воздействия на длительность жизни. Они будут жить, как все женщины, которые живут без карцинома. Понятно вот это заключение? Еще раз хочется подчеркнуть, если у женщины имеется опухоль меньше 15 миллиметров карцинома, женщина живет точно так же, как и женщины в общей популяции без карцинома. Это очень важное утверждение. Поэтому диагностика опухоли должна производиться на очень раннем стадии. А у женщины с карциномой, поэтому и вот эти женщины, у которых диагностированная такая опухоль, и которые ведут здоровый образ жизни, они даже могут жить больше, чем вообще женщины в обычной популяции без какого-либо рака груди. Очень важно использовать большой гистологический разрез для того, чтобы посмотреть мультифокальные очаги. В одном из наших случаях у нас был такой опыт. Очень важно посмотреть на эту опухоль. Как мы видим из таблицы, процент мультифокальных опухолей достаточно высокий, потому что у нас имеются такие модальности, как МРТ и гистопатологическое исследование большого разреза. Существуют различные типы. Звездочатый тип, а здесь у нас нет звездочатого индекса опухоли, которых мы часто видели. Тип 2. Только вот эти опухоли попадают по классификации ТНМ. Еще два типа мультифокальных карцинома тип 1, когда опухоль инвазирует и развивается карцинома инситу. Другой тип – интрамамарная, метастатический тип. Интрамамарные метастазы вот показаны, и они ассоциируются, конечно, с агрессивным течением заболевания. Мультифокальность – очень важный момент. Если мы используем только макроскопическую оценку, вы редко увидите мультифокальные опухоли. Если используете мемографию, немножко результаты лучше, но не слишком обнадеживающие. Если мы используем РТ, это тот подход, который достигает 40% диагностики. Если у нас имеется исследование всего органа, даже в 100 лет назад, в 75% случаев мы обнаруживаем эту патологию. Если у нас имеется большая гистология большой секции, большого разреза – 36%, но, к сожалению, классификация ТНМ не включает ин-ситу и диффузную распространение опухолей. Вот на этом разрезе мультифокальная опухоль. Мы знаем из наших исследований, что мультифокальность – это негативный прогнозический параметр по сравнению с унифокальным, однофокальным. Но сейчас самая плохая форма инвазивной карциномы в скринированной популяции. И мы наживаем это диффузная инвазивная карцинома, лобулярная в 75% случаях. Как облако выглядит на маммографе, изменение архитектуры – это на большой разрезе гистологическим, а там под микроскопом слева – это самая опухоль, самая плохая, самый плохой прогноз форма инвазивной карциномы в скринированной популяции. Очень сложно определить на маммографии, и обычно выглядит как облако на маммографии или как сеть паутинка. Это то, как мы видим на гистопатологии, мультифокальные очаги, а это диффузная зона. Сейчас у нас имеется 85% инвазивный компонент и ин-ситу. Инвазивная опухоль может быть мультифокальные, однофокальные, диффузные, но, к сожалению, нам необходимо комбинировать это все вместе. Однофокальные, мультифокальные, диффузные. Я не буду говорить в деталях, но покажу вот эту таблицу. Тысяча случаев, большая секция гистопатологии – это диффузные, однофокальные, мультифокальные. Очень интересно заметить, что касается херпозитивной парциномы здесь. Тройной негативный рак. В заключении, инвазивный компонент в мультифокальной составляет 33% случаев диффузная, рост 4-5, очень редко. Комбинирование ин-ситу инвазивных компонентов опухоли – 60% мультифокальность. Очень важная часть лекции – это размер опухоли и распространение заболевания. А, к сожалению, ТНМ не включает в себя зону распространения опухоли. Но что очень важно для хирурга, это важно для хирурга, это оказывает влияние на выживаемость. Мы используем вот здесь 4 параметра, когда мы описываем наши случаи. Это общий язык, на которых мы говорим между хирургами, патоморфологами и онкологами, и радиологами, прежде всего, и, конечно, патологами. Это, прежде всего, распространение опухоли – унифокальное, мультифокальное или диффузное заболевание. А распространение заболевания – вся молочная железа вовлечена в инвазивный процесс. Интраваскулярная, злокачественная структура, размер опухоли, а также интратуморальные и интратуморальные изменения, гетерогенные изменения. На таблице показаны различные исследования. В заключении распространение более 40 мм – это распространенное заболевание меньше 40 мм опухоли. Мы говорим о ограниченном распространении, это оказывает ли яйновыживаемое, и размер, как уже было сказано, что оказывает ли яйновыживаемое. 40-45% карцинома, в основном экстенсивные, когда вы их определяете. Это означает, если вы используете МРТ, гистологию большой секции, большого разреза опухоли, если занимают большую зону, чем 4 см. Практически в половине случаев мы с этим встречаемся. Но не только опухоль, на которой нам нужно сконцентрироваться, не только на самой опухоли. Также это подход к гистопатологии старого времени. Нам необходимо оценить окружающие ткани также. Без фрагментации мы пытаемся это сделать в гистопатологии на большом разрезе. Большой блок и маленький блок. В этом случае вы смотрите непосредственно в замочную скважину, а вот на этом случае, на этой среде вы можете увидеть полную картину, что происходит с молочной железой. Это то, как мы делаем нашу работу. Конечно, нам необходимы радиологические рекомендации, которых мы придерживаемся, образец и гистопатология большого формата. Наши техники также используют микротомы, и всегда они сопоставляют свои результаты с радиологическими данными. Большая секция, центральная инвазивная карцинолы, еще один инвазивный фокус, это мультифокальная карцинолы. Много инситу фокусов, которые иллюстрируют распространенность опухолей. Вот она будет выглядеть вот так, и края на одной плоскости. Слишком быстро. Практический подход. Приоперационная диагностика я хочу быстренько пройтись, поэтому до операции нам необходимо задать простые вопросы. Как много подозрительных очагов находится в груди? Если одна, унифокальная, если больше, то мультифокальная. Если вы не можете сосчитать, то это диффузная опухоль. Какой объем занимает эта опухоль? Если меньше 4 сантиметров, то более-менее, если больше, экстенсивная, опасная. А если больше, необходимо оценить гетерогенность опухоли. До операции у нас есть МРТ, радиологические исследования. Унифокальная, мультифокальная и диффузная мы можем согласно рентгенологическому исследованию. Ограниченное распространение, но мультифокальное, экстенсивное, мультифокальное, но больше 4 сантиметров. Постоперационно нам нужно проверить правильность дооперационного диагноза, поверхность, правильность назначения лечения и определить прогностические параметры. Это большой разрез патоморфологические исследования, сопоставляемый с рентгенологическим, радиологическим исследованием. Это множественная карцинома с ограниченным ростом и экстенсивное справа. Необходимо оценить правильно размер с распространения опухоли, инситу и инвазивных очагов. Это очень важно для прогностической информации. Не фокусируйтесь только на опухоли. Обращайте внимание на это треугольное пространство. Это то пространство, которое в двух-трех сетях случаях вы можете найти дополнительные очаги, не только опухоль саму по себе, которая была определена радиологическим способом. Я пропущу вот эту иллюстрацию. Недостаточность края эксцезии мультифокальной опухоль. Четкий край не всегда равняется радикальности выполненной операции. Я хочу также порекомендовать вам вот эту книгу. Патоморфологическое исследование или гистология большого формата при диагностике рака груди. В свободном доступе это возможно найти в интернете, и там вот эта информация содержится. Мои коллеги также говорили о маммографических характеристиках. Я хочу сказать о конкордантности. Что такое конкордантность? Когда я провожу гистологическое исследование, все патологические очаги, которые определены с помощью радиологических исследований, должны быть гистологическим образом верифицированы и коррелированы с радиологическими изображениями. Поэтому необходимо исследовать чувствительные методы. Гистология может определить те очаги, которые даже радиологически не были определены. Необходимо прежде всего сопоставлять 16-16 мм, составлять также категорию 11 или 14 мм. Это называется корреляция между радиологией и гистологией. В дополнение, когда я бы вылазил эту корреляцию, сопоставление, необходимо сопоставлять идентичные очаги. Локализация, размер, форма, они должны быть одинаковые. Вот это небольшой доброкачественный очаг. Расстояние до соска, расстояние до кожи надо верифицировать. И гистологическое. Гистологически точно такой же размер, точно такая же форма. Необходимо сопоставлять эти два признака. Существуют дискандартные обнаружения, потому что, например, поскольку молочная железа подвергается компрессии во время мастографии, происходит в него дисторция, то есть искажение изображения. Поэтому радиологическая корреляция очень важна. Вот именно вот это оказывает воздействие на дискордантность. Существуют определенные исследования, результаты представлены здесь. Я, может быть, перебираю времени, я пропущу это. Шесть лет назад было сделано исследование. Заключение следующее было сделано. В большинстве случаев, когда у нас имеется дискордантность, это карцинома ин-ситу, низкодифференцированная. Не нужно мне беспокоиться, буду говорить дальше. 78 случаев, 72 случаев, это низкодифференцированная карцинома. Это одна из причин дискордантности несоответственности, потому что половина случаев – это кальцифицированная опухоль, а 50 – некальцифицированная. Гистологически это можно обнаружить. 78 случаев, очень небольшие опухоли, а также в редких случаях диффузная, инвазивная, лобулярная, карцинова тоже может быть пропущена. Вот это наиболее страшная ситуация. Классификация, кальцинаты, которые соответствуют гистологической секции, гистологическому разрезу – это зона некальцифицированная, что означает, что действительно распространение опухоли протоково-инвазивного рака может быть намного больше, чем то, что мы видим. Если вы удаляете эту опухоль вместе с кальцификатами, вы можете быть удовлетворены тем результатам, которые получаем. И посмотрите, вот этот вот ободок – это кольцо на радиографии, на срезе радиографическом. Это как радиологи маркируют патологический очаг, но это не весь очаг, это только часть очага. Это диффузная, инвазивная лобулярная карцинома 10 сантиметров величины, а это также принадлежит инвазивной карциноме. Я это иллюстрирую для того, чтобы показать, что диффузные инвазивные карциномы очень опасны. Очень опасны. Хорошо. В одном исследовании в нашем учреждении с участием радиологов, очень знаменитых радиологов, которые преподают имамографам, мы провели такое исследование, которое показало, что радиологические, унифокальные инвазивные карциномы должны соответственно иметь подтверждение. Например, вот 44% они не видны радиологами. И это могут быть малые инвазивные карциномы, несколько миллиметров всего. И затем там были также некальсифицированные протоковые карциномы НСИТУ. И очаги занимали участок более 40 миллиметров 29%. То есть, когда мы сравниваем с гистопатологией, все-таки мы понимаем, что радиологи могут пропустить очаги, что является полем для развития радиологии и радиологической онкологии. Это и иллюстрация изображения на МРТ, и также инвазивная патология перед нами, и окончательные выявления. Междисциплинарный диагноз, который основывается на корреляции мультимодальных радиологических находках и находках крупноформатных гистологических слайдов, является золотым стардантом про диагностики карциномы молочной железы. И это наш подход, который мы всегда будем защищать. Спасибо. Можно похлопаться. Прекрасно читал. Вопрос. Есть тенденция лечить DCIS нехирургически, если исследования в США проходят и в других странах. Вот ваше мнение. Если вы гистопатолог, и вы видите протоковый карцином и НСИТУ, причина, по которой я являюсь скептиком, следующее, DCIS – это не единственное заболевание. Тут несколько заболеваний увлекается. Это периферический мультифокальный тип, который не убьет пациента. Но лобарная форма – это опасное заболевание. Несколько сантиметров величины. И с самого начала, имеют тенденцию к многофокальности, к инвазивности. Это никогда без операции тут не обойтись. Спасибо. Продолжение следует...